Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Опять продолжаем готовиться к ВПР-2023, к всероссийской проверочной работе, которая, как обычно, должна быть в конце учебного года. Сегодня проходим математику, четвертый класс, и делаем задание номер 4. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы увидите, что это задание на арифметический метод сравнения величин. Вот такие будут задачи. Друзья, я выписала задачу, которая связана со временем. Я репетитор и очень хорошо знаю, что друзья мои четвероклассники не очень хорошо разбираются в часах, минутах и секундах. Поэтому, пожалуйста, проработайте с ребятами именно эту тему. Жалко будет потерять такую простую задачу по баллам. Объясните ребятам, пожалуйста. Итак, давайте почитаем задачу. Во сколько начались занятия в спортивной секции, если они длились 1 час 30 минут и закончились 17 часов 15 минут. Во-первых, напоминайте своим ребятам, чтобы они про себя читали задачу не менее трех, а то и пяти раз, а потом, чтобы они вам эту задачу пересказывали. Так мы будем убеждены в том, что ребята задачу поняли. Итак, давайте сделаем специальный столбик. Мы сейчас будем вычитать в столбик. Нам нужно выяснить время, и мы будем вычитать вот из этого времени вот это время. Напишем. Прям так себе и пишем. Некоторые учителя дают такие столбики, некоторые не дают. 17 Че. Это часов. 15 Ме. Можно писать Минно и точечку ставить. Можно писать часов минут. Смотрите по оформлению. Итак, вычитаем. 1 я ставлю под разрядом единиц. 1 Че. Час 30 минут. 30 Ме. Точенька. Проводим черту. Теперь мы действуем, отталкиваясь от обыкновенного вычитания в столбик. Нам нужно из 15 вычитать 30, но у нас всего лишь 4 класс. Мы, конечно, такого еще делать не умеем. Следовательно, нам нужно где-то разжиться одним часом. То есть, нам нужно занять один час. Где занять? Вот тут занять. Ставлю точку. Некоторые учителя еще пишут. Минус 1. Чтобы ребята не забыли. Но и точка тоже срабатывает. Потому что при обычном вычитании в столбик работает как раз точка. Итак, добавляем 1 час вот сюда. Но мы добавляем его не в виде часа, а в виде минут. А все ребята знают, или почти все, что в одном часе 60 минут. Следовательно, вот сюда подпишем 60. И дальше будет легко. 60 плюс 15 – это 75, а 75 легко вычесть 30. Это 45 минут. Точенька. А здесь стало на 1 час меньше. Следовательно, 16 часов. А 16 минус 1 будет 15. Теперь вы точно знаете, как делать такие примеры. С вашими ребятами обязательно проработайте эту тему. И удачи вам на контрольных и экзаменах. И ни пуха, ни пера. Продолжение следует.